Всем привет! Приветствую все свои подписчики и те, которые впервые находятся на мой канал. А за вас, которые впервые находятся на мой канал, подпишитесь, поставьте лайк, напишите комментарий, обозначите себя. Я буду рад, если смогу вам помочь, научите и ваши собаки, пройдете успешно с ними испытания. Я хочу поблагодарить все те, которые желали мне удачу перед испытанием в сервере, из которой я вернулся только вчера. Да, у нас удача была, мы прошли успешно все собачки, которые я там водил. Некоторые получили 69 балла, некоторые 70. Это не очень великие баллы, но для собаки 8-мешни, я считаю, это огромный успех. Успех, они показали себя хорошо, сдали успешно и мы с ними продолжаем дальше. Еще раз сердечнюю вам благодарность для пожелания и желаю вам то же самое, чтобы ваши собачки успешно прошли испытания. А мы все эти продолжаем готовиться для Хаципе и для Хиги Вальд. Как вы поняли из наименований этого ролика, мы начинаем семинар Хаципе. Хаципе является осенью испытания для разведения молодые собачки. Почему молодые? Потому что собаки, которые являются на Хаципе, они на самом деле являются молодые. Они меньше 2 года. Они в Хаципе могут принять участие собак, которые родились в предыдущий год после 1 октября. Ну, типа, в 22-й год могут участвовать те собаки, которые родились после 1 октября 20-й год. Так как Хаципе проводится обычно в септябре, они являются меньше 2 года, считаются молодые. Либо вокруг 2 года считаются молодые собачки. Если я говорю, что у Файупи 90% вражение качества и 10% на таску, то уже в Хаципе этот процент немножко меняется. Там уже 70% вражение качества и 30% на таску. Почему 30% на таску? Потому что в Хаципе добавлены некоторые дисциплины, которые строго зависят из обучения собака. Это подача, это волоки, подача из волоки, это работа на вода. Хотя и на вода не все дисциплины связаны с обучением. Там есть работа по живая утка, по следая живая утка. Там остальные 2 дисциплины, они являются, ну даже являются только на таску. Ну и даже работа по живая утка есть такой в себя момент, такой нюанс. На таске это подача, когда будет пристрелена живая утка, собака вам должна подасть. А подача, как говорю, это на таску обучения. Это не враженное качество. Я подготовил для вас один куаш с 2 из 5 листа. Это один лист из FIOP и один из Хаципе, что вы посмотрели на практике, какая разница между ними. Опять повторяю, с Хаципе включаются все дисциплины из FIOP плюс некоторые добавления. Вот мы видим на Хаципе все 5 дисциплины, которые оцениваются с баллами. Дисциплина гехорсом, которая оценивается только с оценкой, но не с конкретной баллами. Видим оценка на работа по следам, с голосом, без голоса, ну как собака подает голос во время работы. Видим оценка на ее характер, видим осмотры на глаза и на зубами. Вот это уже у нас является исполнительность на Хаципе. Мы видим, что первые дисциплины вот находятся здесь. То же самое, как на FIOP, работа по следам зайца, на загибраух, либо исполнение носа, зух, либо поиск, воршкин, стойка, фюрикайт, контактность. И дополнительная дисциплина, арбайтсфройнде. Это является радость из работы, либо желание собака к работе. Какая она радость испытывает из работы. Это тоже оценивается. Потом у нас вас и арбайт, это стеберметенты. Это означает работа по жва утка. Вот это оценка, оценка работ по жва утка. Потом следует в дисциплине работа на вода. Следует работа в крепкое место. Ну, подача, это утка из крепкое места. Тоже мы тут замечаем. Тоже оценивается, как собака подает голос. Дает, по зрячее она лает, по следа лает, не лает. Под вопросом, это смотри, какая ситуация. Мы смотрим, что у нас опять оценивается отношение к выстрелу у собака в поле. Но тут добавлено отношение к выстрелу в воде. Все это мы обсудим в отдельном видео. Тоже, как на FIOP, оценивается у собак характер. Оцениваются глаза. Оцениваются еще зубы, если какие-то отклонения. Но здесь тоже, как на FIOP, это не является оценкой формой шерсти. Это только пересмотр у собака, если какие-то дисквалифицирующие отклонения, чтобы был уведомлен владелец собака, и он сам принимал решение, стоит ли ее показывать. Здесь я хочу вам сказать, здесь я хочу вам сказать одна подробность, которую я пропустил сказать в семинаре для FIOP. Даже если у вашей собакой есть какие-то отклонения, которые исключают ее из разведения, это не означает, что собака не может пройти FIOP, либо HACP, либо FAUGP. Она может пройти любой ИСПИД. Если у вас желание показать своя собачка, если вы ее научили, вы и хотите просто забавляться показывать, вы ее можете показать. Еще это ценно для сама порода. Почему ценно показывают ваши собаки на испытаниях, даже когда у них есть дисквалифицирующие белизы? Потому что на базе того, что они покажут во время работы, делаются выводы, делаются заключения для порода, для конкретней помет, родителей, какие они дают качества, хорошие, не так хорошие, где они сильные, где они не так сильные, это интерес разведения. Именно ради этого, если у вас есть желание, вы показываете вашу собаку. Никто не может вам ограничить, если ваша собака, есть какой-то дисквалифицирующий элемент, чтобы вы ее показали на FIOP, либо на HACP, даже и на FAUGP. Это было такое краткое отклонение. Что мы тут замечаем еще, как разница? Если вы заметите на FIOP, работа по следам зайца оценивается до 12 баллов. То же самое на HACP, только коэффициент на FIOP 2 балла, а коэффициент, который обнужается баллой, на HACP уже 3 балла. На следа работа, на работа по следам. На чутье то же самое, коэффициент на FIOP 2 балла, а уже на HACP 3 балла. То же и на работа по живая утка, коэффициент, по которой умножаются баллы, 3 балла. Что это нам говорит? Это нам говорит, что эти три дисциплины, которые, между прочим, две из которых очень важны и обязательны. Это работа по следам живого зайца и работа по живая утка для разведения. Особенно ценят наш порода. Другие, вот видите, другие работы по воде, там по коэффициенту 1. Работа в поле умножается по коэффициенту 2. Это считается выражение качества. Подача, конечно, она по коэффициенту 1, потому что приобретенное качество на это может повлиять очень много вещей. Как вы, наверное, замечаете, вот на этой из пятни и лист, нет оценки на работу по живого зайца либо лиса. А это именно так, потому что хацпи бывают два вида. Одно с дисциплиной работа по следа живого зайца либо лиса, и второе без работы по следа. Это бывают две разные хацпи. Какая разница между хацпи обычно и между хигевальд? Хигевальд является тоже хацпи, только оно является международное хацпи. И разница является в том, что там обязательно, обязательно хацпи проводится с работой по следа живого зайца. Кроме того, на хигевальд обязательно делается цюхчоу. И там, если вы посмотрите франк-лист, есть отдельные баллы из работы собака, и потом к ними добавляются баллы из экстерьёрной оценки. Это цюхчоу. Именно ради этого, когда вы записываете ваши собаки на хигевальд, от вас организатор требует, что собака была исследована для хаде и оциде. Это две обязательные исследования для Германии. Некоторые, конечно, коллеги делают и ЭДе в Болгарии. Например, ЭДе тоже является обязательным исследованием. Так решил наш клуб, что для допуска для разведения наши собаки должны быть исследованы и для ЭДе этого локтя. Кроме того, в Болгарии тоже обязательное исследование Вилебранд. Если у собака нет исследования для Вилебранд, она тоже не может вступить в разведение. Хотя и тут есть некоторые нюансы, которые недосмотрены, по-моему, потому что специально в Вилебранд является строя генетическое заболевание. И если оба родителей исследования у собак, если они не носители, если они чистые, если они не больные, по никакой начинке не может эта болезнь передаться на их дети. Так что для меня это пустое тратение на время и на деньги. Но так решил клуб. Так мы и делаем. Это было короткое отклонение. В дальнейшем видео про ХАЦПЕ мы будем обсуждать каждая дисциплина по отдельным. В отдельные видео каждая среда у нас, у меня будет на YouTube ролики, будут ролики с отдельной дисциплиной. Потому что у них уже в ХАЦПЕ есть некоторые завещения и требования, которые нам надо обсудить, чтобы вам было понятно. Хотя они не сильно отличаются из ФАЮПЕ, но все-таки они отличаются. Тоже обсудим работу на воде, тоже обсудим подачи, обсудим волоки, которые тоже добавлены в работу на ХАЦПЕ. А когда закончим обсуждение, когда закончим семинар, я сделаю такая группа ролики, такой сериал ролики, подготовка для ХАЦПЕ. С чего начать, что надо делать и так далее. Спасибо вам за внимание, спасибо, что смотрели видео. Пока-пока, хорошего вам дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...